Ирина, ты обратила внимание, что сегодня как-то лица у наших коллег особенно неприятные? Саша! Ну что Саша? Я вообще не могу понять, почему я должен вставать ни свет, ни заря, когда мой организм еще хочет спать? О, все понятно. У тебя все симптомы осенней депрессии. Кстати, многие астрологи говорят, что депрессия не иначе, как энергетический дисбаланс в организме. С чем это связано и как восстановить равновесие разным знаком зодиака? В общем, прямо сейчас ударим гороскопом по осенней хандре вместе с нашим гостем, парапсихологом и астрологом Павсихаким Богдановым. Доброе утро, Павсихаким. Доброе утро. Давайте мы начнем прям вот по порядку, с огненных знаков. Как им преодолеть осеннюю хандру? Лев Овен Стрелец. Самое главное, что для них нужно, это яркость. Яркость в одежде, яркость в еде. И вот это именно яркость... Ну вот такой зеленый как. А вы знаете, нормальный, хороший, режущий глаз тон и плюс еще ваш пучок бриллиантов. То есть оранжевый, красный, зеленый, вот такими цветами мы себя окружаем. Да, а так вот, понимаете, меняются нотки в душе и появляется удача в финансах, в делах, появляется улыбка. Нужно улыбаться. Вопреки всему? Вопреки, абсолютно вопреки всему. Иначе действительно удачи не будет и будет очень плохой период будет в жизни. Ну это нормальный процесс, это осень, она всех давит. Она реально всех давит. Тогда как бороться знаком земли с вот этой осенней хандрой? Это тельцы, девы и козероги? В первую очередь, для того, чтобы была удача, для того, чтобы было нормальное настроение и не трогало здоровье, 40-50 минут уделять земле. Это что, отжиматься что ли? Пробежка, прогулки по паркам. Вот ты сегодня зарядку не сделал, поэтому я врустил. Посвятить себя, понимаете, именно земле. И лучше всего, конечно же, найти себе маленького зеленого друга. Это в виде дерева. Это в виде дерева. Это в виде домашнего какого-то кустарника, который действительно вам будет излучать и излучать энергию добра. Дерево ответит вам, вызовет, скажем так, такой энергетический потенциал, что у вас появится удача в делах, в работе, в деньгах и тому подобное. Ну давайте пойдем дальше. Что делать знаком воздуха, если их одолел осенний недуг, хандры, близнецы, весы и водолеи? В воздуху лучше всего отключить полностью личную жизнь, отключить полностью семейные проблемы и всю, абсолютно всю силу вложить в дела. Если есть возможность поменять работу, меняйте смело. Если сейчас у вас на работе конфликты и у вас есть возможность уйти чуть-чуть в сторону, уходите. Если у вас есть возможность зарабатывать в два раза больше, но вы боитесь делать этот шаг, сентябрь и октябрь самые лучшие периоды, когда нужно сделать этот смелый шаг вперед. Ну что, у нас остались водные знаки, рыбы, скорпионы, раки? Ох, вы знаете, водные знаки это их период. У них наоборот очень много энергии, которую нужно выхлёстывать, которую нужно каким-то образом даже подавлять. Потому как эти знаки зодиака в делах, в работе будут всегда устраивать конфликты в этот период, всегда их будет что-то, понимаете, раздражать. В семейной жизни, да, 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 в семейной жизни меня не устраивает это, где в другой бы месяц промолчали бы, а сейчас нет. Молчать никто не будет. Сейчас будут, понимаете, вот делать всю агрессию. Поэтому лучше всего медитация, поэтому лучше всего взять себя в руки. То есть на конфликты не идти? Абсолютно ни на какие конфликты не идти. А взять себя в руки и в период сентября-октября месяца лучше всего, лучше всего обратить своё внимание на свою семью и на своё поведение. Провести некие самооценки. И действительно будет тогда полная гармония. Каким знаком зодиака в ближайшие две недели стоит обратить внимание на амурные дела, а каким на финансы и карьеру? Если мы говорим о любви, то рыбы, рак, девы лучше всего в этот период сделать всё возможное для того, чтобы поменять свою личную жизнь. Если есть возможность флиртануть, флиртуйте. Если есть возможность помириться с любимым человеком, миритесь. Это период ваш конец, середина и конец сентября месяца. Деньги. Телец, овен и козерог третьей декады. Козерог, последний козерог. В общем, мы с тобой, Саша. Есть возможность просить? Просите. Есть возможность открывать двери, но раньше боялись? Открывайте, и удача будет сопутствовать вам. Не нужно бояться. Если нужно идти, идите. И настроение вы сами себе создаёте. Ну, проснулись, ну, плохо. Понимаете, мысль, она всегда материальна. Думаете, что вы откроете дверь, и у вас будет удача. И действительно, она повернётся к вам лицом. То есть работайте на интуицию. Да, на интуицию раз. Да, да, да. Не нужно никогда в жизни притягивать никаких ситуаций. Там, я пойду, мне не дадут. Я пойду, мне дадут. И действительно дадут. Ну что ж, спасибо за такой позитивный настрой. Мы готовы к бою, к действию. Хорошего дня. Спасибо. Удачи вам тоже. Спасибо.